Добрейшего вас, друзья мои, дорогие друзья, с вами снова Квики. Сегодня мы с вами встречаемся в игре Тук-Тук, литературный клуб. Не надо на меня сейчас так смотреть. Ты не знаешь, ты не знаешь об этой игре. Если знаешь, то ты на меня не посмотришь, как на дебила. Если не знаешь, то не надо так смотреть. Посмотри прохождение сначала полностью, целиком, а потом подумай, дебил я или нет. Эта игра совершенно не для девочек, как может показаться на первый взгляд. Совершенно не для детей. Потому что в начале даже пишется, что игра не подходит для детей, для беременных женщин и для людей с неустойчивой психикой. Поэтому не надо думать, что это играть для девочек. И тут ничего не будет происходить интересного совершенно. Или как там. У многих такие стереотипы складываются, что если игра дали девочек, то все это скучно. В общем, как я ее нашел? Искал я, значит, в стиме бесплатные игры, разумеется. Бесплатные, я же не миллионер вам, между прочим. Искал бесплатные игры в стиме. Нашел. Тук-тук литературный клуб. Если я не ошибаюсь, должна выйти то ли вторая часть, то ли тук-тук литературный клуб. Плюс какая-то фигня дополнения, офигения какие-то. Я не знаю, если честно. Может быть уже вышло. Ну, в общем, даже если не вышло или вышло, короче, в честь этого снимем первую часть. Кто не видел ее, может посмотрит прохождение здесь, кто знает, да. В общем, тук-тук литературный клуб. Такие вот аниме-тянки тут стоят, милые, между прочим. Вот, поэтому, что нам надо тут делать? Новая игра, надо нажать, введите свое имя. Тут я впал в недоумение. Мы за кого будем играть? За парня или за девочку? Пусть будет Егор. Девка по имени Егор. Чего такого? Имейте в виду, если будет девушка, мы будем играть за девушку, то Егорита. Если за парня, то Егор. Знаете, есть же певица Максим. Настоящее имя, я не знаю, на самом деле, какое у нее настоящее имя. Что-то не интересовался. Но есть же такая Максима. Она же не Максима, ее зовут, правильно? Так, ладно, начинается. Если я не ошибаюсь, это новелла. То есть, тут нам ничего не надо делать, чисто читать. Ну, приятного просмотра. Приятного слушания, так сказать. Эй! Навстречу мне бежит одна надоедливая девушка. Она изо всех сил машет руками. Кажется, совершенно не осознавая, что этим привлекает излишнее внимание окружающих. Ее зовут Сайори. Или Сайори. Буду читать так, как мне удобнее, ладно? Просто я не знаю, как они правильно ударение в этих японских, китайских, корейских именах ставятся. Я не знаю. Поэтому я буду читать, как мне удобнее. Простите, если что-то буду неправильно произносить, так сказать. Ее зовут Сайори. Она моя подруга детства, и мы живем по соседству. Она из тех людей, с кем сегодня ты вряд ли стал бы дружить. Но так уж вышло, что вы знаете друг друга уже не весь сколько. Стал бы дружить, значит, я за парень играл. Хорошо. Мы всегда ходили в школу вместе. Но когда перешли в старшие классы, она стала просыпать все чаще. А мне надоело постоянно ее дожидаться. Когда она так агрессивно меня преследует, иногда хочется просто убежать. Однако я только вздыхаю и жду ее на перекрестке. Ха-ха! Я снова проспала. Хе-хе, Сайори. Но в этот раз смогла тебя догнать. Возможно, но лишь потому, что я решил подождать тебя. Ты, говоришь, этот Сакс, он издумал меня проигнорировать. Жестоко, Егор. Ну, знаешь, если твое странное поведение привлекает внимание людей, я не хочу, чтобы они думали, будто мы пара или типа того. Ладно, ладно. Но ты же меня все-таки подождал? Думаю, ты слишком добр, чтобы быть жестоким. Даже если хочется. Тебе виднее, Сайори. Хе-хе. Мы переходим улицу и идем дальше. По мере нашего приближения к школе, улицы все больше заполняются другими учениками, совершающими свое ежедневное паломничество. Кстати, Егор, ты уже решил, в какой вступишь клуб? Клуб? Я же говорил, меня клубы не интересуют. Я даже не искал. Ай, неправда. Ты обещал мне, что в этом году вступишь. Разве? Уверен, это произошло во время одного из наших многочисленных односторонних диалогов, когда я соглашался со всеми ее словами, пролетающими мимо моих ушей. А если она тебе предложит выйти за нее, ну типа пожениться на ней, ты прикинь такая, ты женишься на мне? Ты такой, да. Ура! И потом она такая, ну когда у нас свадьба? Какая нафиг свадьба? Ты мне скажешь, что на мне женишься. И все, все, не отвертишься. Не отвертишься больше. И все. Сайори очень любит слишком обо мне беспокоиться. Я же совершенно доволен своей средней успеваемостью и растратой юности на игры и аниме. Нормально. Да. Я беспокоюсь, что ты не научишься общаться и до университета не приобретешь никаких социальных навыков. Твое счастье для меня очень важно. Это любовь, походу, да? Значит, ну парень и дьявол, а что он мне хочет этого? Я понимаю, что ты сейчас всем доволен, но меня убивает. Знаешь, что через пару лет ты станешь хикой, потому что не привык жить в реальном мире. Ты ведь доверяешь мне, да? Не заставляй меня и дальше о тебе волноваться. Хорошо, хорошо. Я погляжу, какие клубы у нас есть, и если тебе станет от этого легче. Но ничего не обещаю. Ну, ты хоть обещаешь, то постараешься. Да, это я могу обещать. Вот ха! Почему мне читать лекции такая легкомысленная девушка? Почему она легкомысленно заботится о твоем будущем нафиг? Ты дебил! Надо быть таким слепым идиотом, чтобы не заметить, что девка к тебе конкретно имеет чувство. Дебил. Но больше всего я уделяюсь тому, что позволяю себя пасовать перед ней. Блин, ты джентльмен. Наверное, когда я вижу, как сильно она тревожится обо мне, то инстинктивно хочу хотя бы немного ее успокоить. Хоть и понимаю, что у себя в голове она раздувает проблему до эпических масштабов. Совершенно обыденный день в школе незаметно подошел к концу. Собрав вещи, я сижу, тупо уставившись в стену в надежде отыскать себе хоть каплю мотивации. Клубы. Сайори хочет, чтобы я поизучал клубы. Думаю, мой единственный выбор начать с клуба любителей аниме. Егор? Сайори? Сайори, наверное, зашла в класс, пока я витал в своих мыслях. Оглядевшись, я понимаю, что остался в классе один. Оуу, время для романтического разговора или поцелуя. Немедли, пацан. Я думал, мы встретимся, когда ты выйдешь из класса, но увидев, как ты сидишь тут, ты считаешь ворон. Серьезно, пока лисит у вас ветра в голове, ты порой обходишь меня. Я впечатлена. Тебе не нужно меня ждать, если из-за этого ты опоздаешь свой собственный клуб. Ну, я подумал, что тебе нужно немного вдохновения, поэтому... Что? Ци могу вступить в наш клуб. Сайори? Да. Я ни за что не вступлю в ваш клуб. Эээ, вдруг... Сайори вице-президент литературного клуба. Никогда бы не подумал, что ее интересует литература. По сути, я на 99% уверен, что она взялась за это, решив, что будет весело помочь создать новый клуб. И первой, проявив инициативу после предложения идеи создать клуб, получила должность вице-президента. В общем, можно заключить, что ее интерес к литературе гарантированно еще меньше моего. Почему ты так думаешь, что литература, между прочим, много интересной бывает? Увы, я вступаю в аниме-клуб, а такой здесь вообще... Ну, пожалуйста... Почему для тебя это так важно? Эээ... Действительно настолько легкомысленно, то ли я настолько хитрая и специально все это спланировала? Я глубоко вздыхаю. Ладно, я загляну, угощусь кексом, идет? Отлично, пошли! Какая счастливая, капец. Сегодняшний день увековечен продажей собственной души за кексик. Я отрешу наследовать за Сайори по школьным коридорам и лестницам в этом крыле. Отданном под учебные классы третьего года и клубы. Я бываю нечасто, между прочим, да. Не особо люблю кексы, если честно, вообще, вот, всю такую вот фигню, типа тортики, там. Торты, кексы, вся эта фигня не особо люблю, слишком сладко для меня. Присполненный энтузиазм Сайори распахивает дверь класса. Всем привет! Я привела нового члена клуба. Я же просил не называть меня новым членом. А? Я ввожу комнату взглядом. Добро пожаловать в литературный клуб, приятно познакомиться. Сайори всегда ковырила тебе только хорошее. Серьезно? Ты привела парня? Отличный способ убить здесь всю атмосферу. Ууу, какая милая девка свою, видите? А, Егор, какой приятный сюрприз. Ты откуда меня знаешь? Добро пожаловать в клуб. От увиденного я теряю удар речи. В этом клубе полно невероятных симпатичных девушек. Только вот эта одна. Ну что, устаю... Ты что, меня слышишь, что ли? На что устаюся? Хочешь что-то сказать? Говори. Прошу прощения. Нацуки. Очевидно, эту недружелюбную девушку зовут Нацуки. Она мне не знакома. Она знакома? Ее маленькая фигурка словно говорит о том, что она только поступила в старшую школу. А еще по словам Сайори, именно она испекла кексы. Нацуки или Нацуки. Когда она становится ворчливой, можешь просто ее игнорировать. Еще раз говорю, я буду называть так, как мне удобнее. Потому что вот Нацуки вот эту вот, или Нацуки, мне удобнее Нацуки. Потому что Нацуки... Слушай, ну, наверное, Нацуки, как вот по правилу, Нацуки, Сайори и так далее. Вот на второй слог обычно идет. Шепчет мне на ухо Сайори и поворачивается к остальным девушкам. В общем, это всегда полная энергия Нацуки. А это Юри. Самая одаренная девушка в клубе. Ну, тут, скорее всего, Юри, опять же говорю. Юри, блин. Не говори так. По сравнению с остальными, Юри выглядит куда более зрелой и робкой. И кажется ей тяжело находиться в компании людей типа Нацуки. А, мы с ней похожи. А, да, приятно с вами познакомиться. Звучит так, будто вы с Моникой уже знакомы. Я права? Все верно. Рада снова тебя видеть, Егор. Моника приветливо улыбается. Мы знакомы. В прошлом году мы учились в одном классе, хоть общались и нечасто. Моника, наверное, самая популярная девушка класса. Умная, красивая, спортивная. Нацуки красивее тебя. Живи с этим. В общем, совершенно не моего уровня. Поэтому от ее искренней луки мне даже становится немного неловко. А что тебе? Пусть улыбается, сколько влезет. И я тебе тоже, Моника. Присаживайся, Егор. Мы освободим для тебя место за столом. Так что можешь сесть рядом с Моникой. Я хочу с Нацуки? Или с тобой? Мы с тобой, между прочим, типа пара. Ты заботишься обо мне. Фигеть, как это надо оценить. Я принесу кексы. Эй, я их приготовила. Я ей принесу. В России я слишком переволновалась. Тогда, может, я заварю побольше чая? Девушки сдвигают парты, чтобы сделать большой стол. Как и сказала Сайюри, сторожили так, что перевисовано место рядом с Моникой и еще одного рядом с Сайюри. Сайюри, садись. Нацуки с Юри направляются в угол комнаты. Там Нацуки берет накрытость скатертью под нос, а Юри открывает кладовку. Все еще чувствуя себя не в своей тарелке, я сажусь рядом с Сайюри. Правильно, кроссовчик. Нацуки горделиво шествует к столу с подносом в руке. Так, вы готовы? Какая милая, вы посмотрите, какая милота, господи. Та-да! Ого! Что там, все сожрано? Нацуки откидывает скатерть, под ней дюжина белых пышных кексов в форме котят. Усики нарисованы глазурью, а кусочки шоколада образуют ушки. Какая милота, какая прелесть! Я и не знал, что ты так отлично готовишь, Нацуки. Хе-хе-хе, ну, знаешь. Короче, поторопитесь и ешьте уже. Первый кекс берет Сайюри, потом Моника. Я следую их примеру. Как впуфно! Мямля Сайюри с набитым ртом. Она уже успела вымазать лицо в глазурье. Когда я ем, я глухо нем. Да. Я верчу кекс в руках и сейчас с какой бы страны его откусить. Нацуки затихла. Я замечаю, как она украдкой бросает кляты в мою сторону. Она ждет, когда я попробую. Наконец, я немного откусываю. Глазурь сладкая с богатым насыщенным вкусом. Интересно, сама ли она его приготовила? Очень вкусно. Спасибо, Нацуки. Чего ты меня благодаришь? Не то, чтобы я... Где-то я это уже слышал. Для тебя это приготовила. А, ну, я думаю, что чисто технически так и есть. Сайюри сказала, может и так. Ну, не для тебя, знаешь ли, не для тебя, болван. Как скажешь. Мне кажется, знаете, есть такой стиль, короче, у некоторых девушек. Чем больше обзовешь, тем сильнее типа скрыл чувства. На самом деле, вообще так палевно, палевно. Я пасую перед странной логикой Нацуки и решаю не развивать эту тему. Юрий возвращается к столу с чайным сервизом. Нифига себе. Она аккуратно расставляет перед нами чашки, а чайник ставит рядом с тарелкой с кексами. Ты хранишь в классе целый чайный сервиз? Не волнуйся, мы получили разрешение от учителей. И потом, чашка горячего чая помогает насладиться хорошей книгой. Согласен? А, пожалуй. Не тушуйся так. Юрий просто старается тебя впечатлить. Опа, спалили девку! Я вовсе не... Юрий обиженно творачивается. Я просто хотел сказать, то есть... Тут я с тобой согласен. Хоть для меня ни чай, ни чтение не являются любимым времяпровождением, я никогда не прочь попить чайку. Я рада. Юрий едва заметно улыбается, явно почувствовав облегчение. Моника удивленно скидывает бровь, но затем улыбается мне. Она, по-моему, всегда улыбается. Так, с чего ты решил рассмотреть возможность вступления в литературный клуб? Я боялся этого вопроса. Скажи, что тебя привлекает литература, чё-то, блин. Кто узнает, что в твои мысли залезет? Что-то мне подсказывать не стоит, говорить о том, как Сайори чуть ли не силы затащила меня сюда. Просто я ещё не вступил ни в один клуб, а Сайори здесь так нравится, так что... Всё в порядке, не стесняйся. Мы сделаем всё, чтобы ты чувствовал себя, как он уйдёт. Как президент литературного клуба, я обязана сделать его весёлым и увлекательным для всех. Моника, я, если честно, удивлён. С чего ты решил осознать свой клуб? Ты бы наверняка могла войти в совет любого крупного клуба. Разве ты, например, не возглавлял о дискуссионных клубах в прошлом году? Ах, ну знаешь, откровенно говоря, меня воротят от всех этих политических интриг в крупных клубах. Такое чувство, что мы там только и делали, что спорили о бюджете, рекламе и подготовке к мероприятиям. Я же хотел заниматься тем, что мне действительно нравится, и сделать из этого нечто особенное. А если я смогу привить остальным любовь к литературе, то можно считать, моя мечта осуществилась. Моника и правда замечательный руководитель. Юрий согласно кивает. Тогда удивительно, что в клубе пока так мало людей. Наверное, тяжело создавать новый клуб. Можно и так сказать. Немногие же хотят вкладывать силу в создание чего-то совершенно нового. Особенно, если это что-то не привлекает сразу твое внимание, как в нашем случае литература. И тебе приходится много работать, чтобы донести до людей, насколько она может быть веселым и благодарным занятием. Поэтому школьные мероприятия, такие как фестивали, очень важны для развития клуба. Я уверен, что до выпуска мы сможем сделать этот клуб большим и популярным. Что думаете, девчата? Согласна! Мы делаем все, что в наших силах. Еще бы! Все с энтузиазмом соглашаются. Блин, она такая прикольная, капец, я не могу. И она тоже. Вот эти вот две, они такие, ну, не мои, не мой типаж. Вот эти вот две, это хихо, смотри, какие милота. Такие разные девушки, но у всех одна цель. Моника наверняка приложила немало усилий, чтобы найти эту троицу. Вот это какая-то слишком, знаете, заученная, что ли, начитана слишком. Вот, ну, думаю, именно поэтому они так обрадовались новости о пополнении состава клуба. Хотя я до сих пор не уверен, что так же сильно смогу полюбить литературу, как они. Да почему это может быть увлекательно? Слушай, Егор, а что ты обычно читаешь? Ну, эээ... А что я обычно читаю? Не знаю. Учитывая то, как мало я читал в последние годы, у меня такой вопрос ставит в тупик. Вот, согласен с пацаном. Мангу? Мямлю я как бы, как бы в шутку. Насуге вдруг резко дергает головой. Похоже, она хотела что-то сказать, но так и не решилась. Видимо, ты не из книголюбов. Ну, я могу извиниться. Что Иису? Я выпалил это, не подумав, как только увидел печальную улыбку Юрия. А что насчет тебя, Юрия? Ммм, надо подумать. Юрий проладет пальцем по краю школу к чашке. Больше всего я люблю романы, в которых описываются глубокие и сложные фэнтезийные миры. Искусность описания и творческий размах в них просто невероятны. Ну, я говорю, значит, капец. А истории, происходящие в параллельных вселенных, затягиваются головой и дарят массу впечатлений. Видно, с какой страстью Юрия рассказывает о своих любимых книгах. Первое мое впечатление о ней сложилось, как о застенчивой и кромной девушке. Но, видя, как горят ее глаза, я понимаю, что ей куда комфортнее среди книг, чем среди людей. Но я говорю, такая зажатая, капец. В этом мы с ней похожи очень сильно, кстати. Я про себя и про нее. Типа, я книги не особо люблю читать. Но, по зажатости, ну, типа, мне комфортнее самому собой со своими мыслями, чем в народе. Интроверт называется, да, вроде бы. Ну, вообще-то мне многое что нравится. Еще меня сильно увлекает история с глубокой психологической составляющей. О, это интересно. Разве не поразительно, как писатель может воспользоваться недостатком у тебя воображения, чтобы вызвать целую гамму эмоций? А еще в последнее время я читал много книг в Шанре ужасов. А, я тоже читал одну такую. Никогда не понимал, как можно бояться книг ужасов. То есть, какое должно быть у тебя воображение, чтобы испугаться того, что происходит в книге? Типа, я понимаю то, что можно потом думать у себя в голове, вот сейчас то же самое произойдет. Но, не знаю, у меня такого не было. Вот, я тоже ужастики некоторые читал, вот, книги. Но, такого потом, страха какого-то, или, я не знаю, дискомфорта, я не чувствую вообще ни разу. Я не могу понять, как можно покрутиться в книгу совсем с головой. Может, вы понимаете, но у меня такого не получалось никогда. Может, там реально что-то веселое есть. Вообще, не пытаюсь охватиться хоть за что-то, чтобы поддержать разговор. Иначе Юля с таким же успехом могла бы разговаривать со стенкой. Правда? Никогда бы я не подумал, что тебе нравится этот жанр. Она не всегда улыбается, офигеть. Чтобы такая утонченная девушка, как ты? Да, возможно, это выглядит необычно. Но, если история заставляет задуматься или вносит меня в другой мир, я не могу просто оставить ее на полке. Сюрреалистичный хоррор же частую меняет твой взгляд на мир. Пусть эта перемена и длится всего мгновения. Ох, ненавижу ужасы. О, и почему же? Ну, я просто... Взгляд на суки на долю секунды встречается с моим. Забудь. Точно, ты ведь больше любишь писать о миуха и щахте, правда, на суки? Ш-что? С чего ты это взяла? Ты оставила тетрадку с записями после последней встречи клуба. Судя по нему, ты писала стихотворение под названием... Не говори его вслух! И отдай тетрадку! Хорошо, хорошо. Хе-хе-хе. Твои кексики и стихи. Что бы ты ни делала, все выводи таким же миленький, как сама Насухи. Сави подходит Насухи сзади и обнимает ее за плечи. Ой, лучше в подружке, понятно. Две самые милые девки, самые лучшие подружки. Мне это нравится. Я не миленькая. Насухи, ты пишешь стихи? А, ну, иногда. О, сразу как поменялось лице. Это искра между нами пробежала. Тебе-то какая разница? По-моему, это круто. Прочешь мне как-нибудь? Нет уж. Насухи отворачивается, избегая моего взгляда. Они тебе не понравятся. Она переживает, она за ее нет. А, значит, ты еще не уверен в себе, писатель? Я понимаю, что чувствует Насухи. Чтобы поделиться такого рода произведением, нужно нечто большее, чем просто уверенность в себе. Истинная форма творчества – сочинение, посвященное самому себе. У тебя должно быть желание открыться своему читателю, раскрыть перед ним свои слабости и самые потаенные уголки сердца. У тебя ведь тоже есть писатель-скопит, верно, Юрий? Может, если ты поделишься с нами своей работой, то станешь показательным примером для Насухи и ей проще будет поделиться своей? Кажется, у Юрии те же сложности. А, мне так хочется прочесть стихи и девчат. На пару секунд в комнате повисает тишина. Хорошо. Ребят, у меня есть идея. Мм? Насухи и Юрий вопросительно смотрят на Монику. Давайте все, когда придем домой, сочиним по одному стихотворению, а на следующей нашей встрече сможем поделиться им с остальными. Так все будут в равных условиях. Хм. Да, давайте так и поступим. Такая позитивная деваха, офигеть. Веселая такая, знаете, прям вот, ну, экстраверт. Вот она, не знаю, тоже немного как бы интроверта. Вот это совсем интроверта, а это... Ша. Это экстраверт, наверное. Вот эти две, это два экстраверта, это два... Этих. Интроверта. Хотя и вот это вот, наверное, амбиверт. Нет. Пофиг, короче. К тому же, раз у нас появится новый член, уверена, что это поможет нам узнать друг друга получше и укрепить наши узы. Егор, ты согласен? Моника снова одаривает меня теплой улыбкой. Да она постоянно улыбается, практически. Постой, есть одна небольшая проблема. Вот кто постоянно улыбается. А? Какая? Теперь, когда мы вернулись к изначальному предмету разговора о моем вступлении в клуб, я решаю прямо выдать то, что все это время не давало мне покоя. Вообще-то, я не говорю, что вступаю в ваш клуб. Саюи уговорил о меня заглянуть, но я еще не принял решение. Я все еще хочу посмотреть другие клубы и... Она не всегда улыбается. Меня сейчас заряжут нафиг. Я теряю ход мысли. Все четыре девушки смотрят на меня отрешенными взглядами. Ну, извини, я думала... Егор... Вы... Я... Я просто беззащитен перед этими девушками. Как я могу принять взрешенное решение, видя их реакцию? К тому же, если написание стихов та цена, которую мне надо заплатить, чтобы каждый день проводить в компании четырех красавиц... Так, ладно, я решил. Я вступлю в литературный клуб. Все так обрадовались, капец. На лизах девушек появляются улыбки. Ваша, я так рада! Саюи крепко обнимает меня и начинает прыгать от радости. Эй! Ты на секунду меня по-настоящему напугал. Если бы ты пришел лишь ради кексов, я была бы крайне разочарована. Я официально объявляю тебя нашим новым членом. Зачем ты ей в рот пихнул свои волосы, господи? Добро пожаловать в литературный клуб. А, спасибо, наверное. Отлично. Полагаю, сегодня на этой прекрасной минуте мы можем официально завершить нашу встречу. И не забывайте про сегодняшнее задание. Написать стекотворение к нашей следующей встрече, чтобы мы все могли друг с другом поделиться. Моника обращается ко мне. Егор, я с нетерпением жду твоего творческого самовыражения. Смогу ли я впечатлить ввиду класса Монику своими непосредственными писательскими навыками? Впечатливусь в Сыноцуки или Сайори? Я так и чувствую, как во мне нарастает беспокойство. Девушки тем временем продолжают болтать, а Юри с Сноцуки убирают со стола. Слушай, Егор, раз мы оба уходим, может пойдем домой вместе? А ведь точно, мы с Сайори никогда не ходим домой вместе, она всегда остается в клубе. Конечно, пошли. Ура! Теперь вместе до дома уходите все ваши отношения, вы обрели ход, да, ну это любовь. И вот мы оставляем клуб позади и идем по дороге домой. Всю дорогу мои мысли крутятся вокруг четырех девушек. Сайори, Нацуки, Юри и, разумеется, Моники. Буду ли я счастлив, проводя каждый день после школы в литературном клубе? Может у меня будет шанс стать ближе с одной из них? А можно с двумя? Ну типа, нет, не в том фоне, типа, дружба. Вот с ней вот любовь, с ней вот дружба. Или с ней любовь и с ней дружба. Ну, я откуда знаю, может она любви не хочет, или она любви не хочет. А вот эти две, ну да. Короче, пофиг, все. Как будет, так будет, ладно. Мне просто нужно как следствовать воспользоваться сложившейся ситуацией. И я уверен, у меня обязательно у меня удача. Но сперва стоит написать стих. Интересно. Пришло время написать стихотворение. Выберите слова, которые по-вашему подают нравящейся вам девушке. С той девушкой, которой больше всего понравится ваше стихотворение, у вас может произойти что-то хорошее. О май гад, о май. Ты чё летаешь у меня перед камерами? Слышь, ты тварина летащая, блин, насекомая. Иди чё, я щас дихулофос принесу. Сдохнешь у меня, понятно? Минус нафиг. Это чё за нафиг? Извиняйся. Ой, тихо. Это мне... У-у-у, это я стих сам должен писать. Ёперный балабай, сохранить надо. Вопрос. Ладки, щёки, жмяк, фантазия, особый, наушники, печаль, свадьба, цветок. Цветочек, пузырька. Цветочный пузырик. И радуга, милая. И лето, красивое было бы хорошо. Потрясающее багровое ощущение, скрытный клетка, сахар, поцелуй. Поцелуйное. Летом, поцелуй. Поцелуй летом. Похоть. Похотливая вечеринка, купальник, похотливый портрет, похотливый, мучительный, мирные приключения, философия, неспособный. Светлячок. Игры энергичны, неспособны. Несовместимый шёпот, вселенная кровать, сломанное обаяние. Игра. Кубника, тьма, недержанная улыбка. Клубничная. Роза. Природа, резвый, инферно, веселье, искупление, закат. Закат. Щенок, сердце, желание, леденец. Щеночный. Я всегда знаю, что я говорю. Аниме. Наш главный игрок же любит аниме? Напишем про аниме. Я думал, многое может написать, и тебе будет интересно. Аниме. Свет одеяла, папа, сокровище, романтика, вращение, блестящее, неустойчивое в месте блаженства. Цвет. Пускай будет свет. Пустой вихрь, слезы, шрамы. Кролик. Пустой кролик. Или что я там перед этим сказал? Друзья, игры, сущность, уют. А, я прочитал сначала утюг. Мышка. Мышка. Друг. Котенка. Какая нафиг смерть? Вы что, дебил уже? Смех. Играть, гуля, красота. Муако. Играть. Играть. Играть, играть. Так. Доброе утро, Егор. Я рада, что ты от нас не сбежал. Ха-ха-ха. Не, я бы так не поступил. Может это прозвучит странно, но я держу свое слово. И вот я снова в литературном клубе. Я пришел последним, так что в клубе уже вовсю боролит деятельность. Спасибо, что задержал обещание, Егор. Надеюсь, для тебя это не слишком тяжелое время. Ведь так сразу окунуться с головой в литературу, когда ты к ней еще не привык. Ой, да вроде с ним так нянчится. Саёля сказала мне, что ты вообще не собирался вступать ни в какой клуб в этом году. И в прошлом тоже. Не знаю, планируешь ли ты просто приходить сюда, чтобы убить время. Но если не будешь воспринимать нас всерьез, можешь сразу проваливать. Боже, Насуки, ты так высокопарно говоришь, а сама все полки в кладовке своей мангой забила. Ооо, мы с тобой пощадного рода, наш главный герой, и ты, мангу оба читаете. Кажется, Насуки застряла где-то между Суайей Моникой и Манга. Манга тоже, литература. Уничтожена одной репликой, Насуки угрюмо плюхается на свой стул. Не волнуйтесь, девчата. Егор всегда старается со всех сил, пока ему весело. Он часто помогает мне с тяжелой работой, мне даже не приходится просить. Готовка, уборка моей комнаты. Он такой благонадежный. Все потому, что, Сайори, что по твоей комнате словно ураган прошел, и меня это раздражает. А свой дом ты вообще однажды чуть не спалила. Правда? Господи, реально такая дыхкомусная, капец. Ребенок нафиг. Ребенок взорвал свои оболочки. Вы правда очень близкие друзья, не так ли? Я даже немного завидую. С чего бы? Ты, Егор, тоже можете стать хорошими друзьями. Ээээ, не надо так, эээ. Ммм, Сайори. Ммм? Как обычно, Сайори совершенно невдомек в какую-то ловкую ситуацию, она снова меня загнала. Ой, кстати, Юрия тебе сегодня даже кое-что принесла. Постой, Сайори. А, мне? Ммм, не совсем. Ладно, тебе не стесняйся. Правда, ничего такого. Что там? Просто забудь. Сайори сказала так, будто это нечто особенное, хотя на самом деле нет. Ммм, что же делать? Она мне кого-то напоминает, когда в такую позу встает. Какого-то пизанажа из мультика, что ли, или что-то такое. Эээ, прости, Юрий, я не подумала. Похоже, пришел мой час спасать положение. Слушай, не запаривайся так насчет этого. Я с самого начала ничего не ждал. Так что любой дружеский жест с твоей стороны это приятный сюрприз. Что бы ты ни приготовила, я буду этому рад. Вот как? В общем, я не стану придавать этому большое значение, если тебе так проще. Хорошо. Что ж, тогда возьми. Юрий вытаскивает из своего портфеля книгу. Я не хотел, чтобы ты чувствовал себя не в своей тарелке. Так что я выбрал книгу, которая, на мой взгляд, тебе понравится. Она довольно короткая, так что даже если ты читаешь нечасто, уверена, она тебя улечет. И мы могли бы обсудить ее, если захочешь. Это... Как у нее получается непреднамеренно быть такой бесконечно милой? Она даже не поленивась найти книгу, которая может мне понравиться, хотя я практически ничего не читаю. Спасибо большое, Юрий. Я обязательно ее прочту. Я с энтузианом беру книгу. Не нужно спешить. Читаю ее в своем темпе. Я буду с нетерпением ждать твоего мнения. Я ожидал, что после того, как все рассядутся, Моника пойдет по плану мероприятий клуба. Я ожидал. Но похоже, я ошибся. Моника и Сайори сидят в углу и оживленно о чем-то беседуют Юри с головой погрузилась в течение У нее такое сосредоточенное выражение лица, будто она весь день этого ждала Нацуки же копается в кладовке Уф Из кладовки доносят сердитый вздох Нацуки Кажется, она чем-то раздражена Я подхожу к ней, намереваясь помочь Опа, ты что-то потеряла? Чтоб тебя, Моника Она никогда не возвращает мои вещи на место Какой смысл поддерживать здесь порядок, если кто-то постоянно устраивает бардак? Нацуки двигает по полке стопки книг и коробки Это что-то лифмом было Манга Ты ведь читаешь мангу, да? Ээээ, иногда Чтение манги то, в чем не стоит признаваться человеку до тех пор, пока не выяснишь, как он к этому относится Но как ты узнала? Ты как-то об этом упомянула, я услышала Кроме того, это у тебя на лице написано Что бы это значило? Ясно Накрою одну из полок по соседству с книгами разных жанров Прилетился одинокий томик манги Он бросает за глаза и вытаскивает его оттуда Вот ты где! Нацуки выхватывает его из моей руки После чего поворачивается к коробке с мангой и впихывает томик в нее Нифига себе Ах, такая-то лучше Зияющая дыра в полном издании Это, наверное, самое разражающее зрелище на свете А это она говорила, ладно Мне знакомо это чувство Я приглядываюсь к коллекции, которой она так любуется Ванильные девочки Никогда ничего не слышал об этой манге Это может означать, что она либо не соответствует моей возрастной группе, либо она просто ужасна В смысле, господи? Она читает, что ей нравится Те-то чё? Если ты собираешься меня осуждать, можешь делать это вон за той дверью Она показывает пальцем на дверь класса Эй, я никого осуждать не собирался Я ведь и слова не сказал Я понял это по твоей физиономии Но я скажу тебе одно, Егор Считай это уроком от литературного клуба Не суди книгу по обложке А вообще Это про эту игру говорится, кстати, да, да, да Нацуки вытаскивает из коробки первый томик ванильных девочек Я сейчас покажу тебе, почему Она сует книгу прямо мне в руки Я смотрю на обложку На ней изображены четыре девушки в ярких одеждах и характерных девчачьих позах Выглядит чрезвычайно моешно Моешно Я впервые слово это вижу, извиняюсь, если прочитал неправильно Не стой, как истукан Уааа Уаа Уаааа Нацуки хватает меня за руку и оттаскивает от кладовки Затем подходит к окну и садится спиной к стене Она похлопывает рукой рядом, приглашая меня к ней присоединиться О май О май О май О май Девушка На стульях разве неудобнее? Я сажусь рядом с Нацуки Стулья не катятся Так мы не сможем читать вместе Эээ, почему это? А, так будет проще быть ближе к другую руку Не говори об этом так Ты заставляешь меня чувствовать себя странно А, смущение, да, смотрите Перчик, перчик А, хи-хи-хи Нацуки скрещивает руки и немного от меня ототвекается Извини Хотя я и не собирался садиться к ней так близко Однако, не могу сказать, что в этом есть что-то плохое Согласен Я открываю книгу Проходит всего несколько секунд и Нацуки снова поддвигается ко мне Думая, что я не замечу О май О май, гад Когда она заглядывает мне через плечо, я резко ощущаю ее желание начинать читать Желание куда более сильное, чем мое собственное Эээ, сколько времени прошло с тех пор, как я читал первый том? А? Ты не пролистываешь порой уже прочитанные тома? Да нет Разве что иногда, после того, как прочту все до конца Эй, не отвлекайся Эх Так как в сюжете ничего интересного не происходило, я могу одновременно читать и поддерживать диалог Похоже, манга повествует о группе друзей, учащихся в старой школе Типичная повседневность Я в некотором роде уже вырос из подобного, потому что обилия картинок все же недостаточно для компенсации недостатков сюжета Итак, что мне от этого ждать? Тут сюжет-то есть? Разумеется, есть! Думаешь, она бы мне понравилась, не будет в ней сюжета? Я хочу сказать... Ладно, я поняла, к чему ты клонишь Многое начинается с простых вещей К примеру, там есть забавная глава, где они одержимы парнем в магазине мороженого Но это лишь помогает лучше узнать персонажей Кроме того, это еще и интересно Но потом там начнутся разные драматические события Например, когда сюжет прерывается повествованием об их прошлом или когда начинаются романтические отношения Вот что делает эту мангу настолько захватывающей Также там хватает отрогательных моментов Вот как? Похоже, ты и правда знаешь, о чем говоришь Возможно, я не заоценил тебя, в смысле Ей так это понравилось, смотрите Похвалю Она все уже Она наша Она наша Эй! Что это должно значить? Ой, все-все-все, смотрите, показал свои чувства и сразу такая Ой, а что это значит? Ай! Нацоки легонько меня толкает Я просто имел в виду, что мне еще не доводилось видеть тебя такой Ммм, выкрутился А, в этой главе, кажется, речь идет о выпечке Мне только так кажется или в этой манге выпечки уделяется особое внимание Ну, Нацоки на мгновение замолкается, он не хочет это признавать Ай, ты начала печь, потому что там Айка прочитала, да? Да А какое это имеет значение? Да никакого, мне просто любопытно Тебе ведь тоже нравится выпечка, да? Это... Это обычное совпадение Ай, все, я сваливаю Вопрос Я сваливал выпечку как раз тогда, когда мне в руки попала эта манга Как будто я стал бы заниматься чем-то лишь потому, что там про это написано Сочувствую тому, кто столь впечатлителен Ахахаха Это совершенно точно не совпадение Думаю, это и объясняет интерес нацоки к выпечке Однако из всех встречающихся в манге увлечений это определенно одно из лучших Не говоря уже о том, что она действительно в этом хороша Так с чего бы мне ее осуждать? На превьюшку пойдет ужасно? Милота За чтением проходит еще несколько минут За это время я успеваю прочесть еще пару глав Нифига себе, ты быстро Тебе не скучно? Совсем нет Хотя ты просто смотришь, как я читаю? Ну, мне этого достаточно Как скажешь Полагаю, это весело делиться с кем-то любимыми вещами Я всегда немного волнуюсь Когда убеждаю кого-нибудь из своих друзей Прочитать по-настоящему всем ним на нгу Понимаешь, что я имею ввиду? М? М? Нет? М? Это не... Мне-то откуда знать? Что ты хочешь этим сказать? Разве ты не делишься мангой со своими друзьями? Не мог бы ты не сыпать соль на рану? Блин Ой, прости М-м-м Были мои друзья согласились бы это прочитать? Они считают, что манга для детей Стоит мне только завести об этом речь Как они такие А-а-а, ты что? Еще не вырусуешь всего этого? Знаете, это я просто сделал Типа, вид, как, знаете, есть такие А-а-а, ты что, девушка? Да это уже не модно Ой, о-ой Все вот такие брюлики новые Кошмар Кхм Это никому не относится Это просто так Так сказать Так и хочется съездить им по физикам И фига тебе, пацанка Я знаю таких людей Честно говоря, довольно сложно найти друзей Которые так не осуждены любят тебя за это И уж тем более сами этим увлекались В некотором роде я неудачник Поэтому со временем Обзовелся такими же друзьями-неудачниками Но, видимо, для такой, как ты Все гораздо сложнее М-м-м Да, пожалуй, ты прав Постой, в каком именно месте? Я ведь даже не могу хранить мангу у себя дома Страшно представить, что сделает мой отец Если найдет ее А почему твоя родня Не поддерживает твоих увлечения? Ну, хотя бы в клубе можно спокойно ее почитать Разве что Моника иногда гундит О, все против меня Да, но в итоге ты добилась слова, верно? Вот я читаю ее с тобой Увы, это не решает все мои проблемы Возможно Ну, тебе ведь сейчас весело, да? Думаешь? Боже, хватит Ты будешь же читать или как? Да, да Я переворачиваю страницу Внезапно Насуки начинает смеяться Я совершенно забыла, что там происходит Я не знаю, какую прибюшку мне ставить Насуки указывает пальцем в один из рисунков Минория, мой любимый персонаж Ты всегда ей немного сочувствуешь Ведь она такая невезучая Но все становится совсем плохо, когда Ой Я не нужна об этом говорить Просто дочитай главу до конца Голос Насуки искрится от волнения Это резко контрастирует с ее обычным властным тоном Но раз она не привыкла с кем-то обсужать любимую Мангу Я ее вполне понимаю Трудно передать словами то ощущение, которое испытываешь Когда находишься рядом с собственной родственной душой И тем более, когда речь идет о Насуки, для которой это совсем уж редкий опыт Я улыбаюсь в твоей мысли Итак, друзья Эээ? Все готовы к сегодняшним чтениям? Да брось ты! Не могла ты подобрать еще менее удачный момент Прости Просто я хочу убедиться, что нам хватит времени Хотя вам там явно очень неуютно Хе-хе-хе Э-э-э, опа, 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 а-а-а, наконец она на звуке замечает, как близко друг к другу мы сидим, она поспешно отодвигается от меня на добрые полметра, ладно, думаю, надо меня пока и остановлюсь, я закрываю книгу и передаю ее на суки, ты просто возвращаешь ее мне, тебе разве не интересует, что там будет дальше, а-а, да, ну, Моника же сказала, не тупи, просто возьми ее домой, э-э, правда можно, я говорю это по большей части, потому что не понял, утратил на нее чтение свое свободное время, лучше прочитай мангу нафиг, чем это то, что тебе Юля дала, от нее значит с радостью принял, от нее нет, какой ты дебил, да, конечно, здесь ты ее вечность читать будешь, просто закончу ее до завтра, чтобы мы могли двигаться дальше, и если ты ее помнешь, то я тебя убью, да ладно, я практически только начал читать этот томик, я могу пропустить свою любимую передачу, если попытаюсь пробраться через эти дебри, но, полагаю, это необходимая жертва ради того, чтобы увидеть восторженное лицо на суки, или я больше боюсь того, что произойдет, если я ее не точитаю, что ж, ладно, я встаю, я подхожу к своим вещам и аккуратно кладу томик в портфель, кстати, никто не забыл вчера вечером написать стихотворение, нет, с этими словами мои минуты спокойствия закончились, не могу поверить, что согласился сделать нечто настолько смущающее, собственно, мне даже вдохновение было неоткуда брать, ведь я раньше ничем подобным не занимался, раз все готовы, давайте делиться друг с другом стихами, Жду, не дождусь Сайори и Моника полный энтузиазма достают свои стихи, стих Сайори написан на мятой бумажке, вырванной из блокнота, в противоположности ей Моника написала свой в тетради для сочинений, в своем месте я уже вижу безупречный почерк Моники, на суки с Юри неохотно подчиняются и лезут в портфель, я следую их примеру Сайори и Моника